Девушки отдыхают Исторические сигнализировали о нахождении уровня поддержки и будущем восходящем движении. Очевидно, он исключил из этой статистики 2021 год, когда цена биткоина поднялась с 29 тысяч до 46. Друзья, подписывайтесь на наш телеграм-канал, там мы публикуем различные аирдропы, вайт-листы новых проектов и новости криптовалют. А теперь вернемся к теме. Коуэн сделал отсылку к событиям, которые имели место в декабре 2018 года, в марте 2020 и мая 2021. Несмотря на недавнее падение цены биткоина, он не думает, что мы имеем дело с серьезной капитуляцией, сообщает HappyCoin Club. Я стою на том, что так было на протяжении всего первого квартала. Он будет медвежьим, так что нисходящий тренд будет продолжаться. Коуэн считает, что розничные инвесторы, которые поддержали ралли биткоина в 2020, также несут ответственность за его рост в конце лета и осенью 2021. А не только волна новых инвесторов, пришедших в криптосектор. Здесь он сослался на сетевые и социальные показатели. Я уже давно говорю, что спрос на биткоин со стороны новых участников рынка исчез почти год назад. Но то, чтобы он ушел в ноябре, на самом деле вы не увидите много новых участников рынка, покупающих биткоин на этом этапе рыночного цикла. Что касается того, что может помочь биткоину направиться вверх, Коуэн выделил красные свечи, которые он называет кирпичными стенами в конце 2019 и начале 2020, когда обеспечили сдвиг рыночного тренда и повлекли ралли биткоин. Теперь мы по сути просто ищем еще одну стену, чтобы ударить по ней. Объем станет настолько высоким, что мы ликвидируем всех, кто просит о ликвидации, и тогда действительно можно будет увидеть более здоровый рынок. Коуэн заметил, что никто точно не знает, когда такое событие состоится, но он уверен, что биткоин восстановит позитивное настроение в течение 2022 года. Я не думаю, что весь 2022 год будет медвежьим, первый квартал будет красной четвертью, и возможно второй квартал тоже, но ближе к концу года мы увидим, как все вернется на круги своя. На момент публикации биткоин упал примерно на 9% за день и торговался по цене 35300. Отметим, что причина снижения биткоина и весь рынок криптовалют рухнул после заявления Банка России о предложении запрета криптовалют в стране, считает руководитель аналитического департамента А-Маркетс Диев. По его словам, это не просто заявление, а готовый документ почти на 40 страниц. Документ очень подробный, который практически не отставлял шансов на то, что в нашей стране криптовалюты не будут полностью запрещены уже до конца этого года, отметил аналитик. Главный принцип понятен, в России вероятнее всего криптовалюты будут полностью запрещены, как это сделано в Китае, а цифровой рубль появится одновременно с полным запретом криптовалюты, добавил Диев в комментарии РБК. В данный момент рынок отрабатывает эту негативную новость, утверждает аналитик. Он также подчеркнул, что внешний фон очень сложный, нестабильность на рынках продолжается, как и выход инвесторов из рисковых активов. Новый раунд снижения может начаться в марте, когда ФРС поднимает ставку, тогда мы вполне можем увидеть биткоин по 30 тысяч долларов, а возможно и ниже, спрогнозировал Диев. Ситуация неоднозначна. В данный момент очень сложно сказать, что будет с биткоином в ближайшие недели, отметил финансовый аналитик криптобиржи Currency.com Михаил Кархалев. По его мнению, криптовалюта способна продолжать нисходящее движение и упасть до 30 тысяч долларов, либо это последнее атака медведей, после чего рынок начнет восстановление. Проблема в том, что фондовый рынок тоже чувствует себя плохо, не исключается вероятность, что инвесторы готовятся к повышению ставок и избавляются от сверхрисковых активов, считает Кархалев. Если говорить о среднесрочных перспективах, то я склоняюсь к тому, что мы находимся в фазе медвежьего рынка, и дальнейшее снижение неизбежно, уверен CEO криптобиржи Exmo Сергей Жданов. По его мнению, о развороте тренда можно будет говорить после пробоя отметки в 30 тысяч. На этом я с вами прощаюсь, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, ставьте лайк.